Вот мы приехали в Кеслерово. Кеслеровское сельское поселение, Крымский район, Краснодарский край. Здесь домовладение продается за миллион семьсот. Сейчас будем смотреть. Тоже виноград, а цветы, а двор плиточкой. Какая красота, когда после старых развалюшек заходишь в такое место прибранное. Как красиво. Летняя кухня. Картошка это ваша, да? Вы у себя с огорода ездили? Конечно, да. Это как овощи променщины. Из самана сделанная? Да, это саманная. Вот видите, как прохладно. А тут было, да. В этом доме летом прохладно, зимой тепло. О, печка. Мама, хотя вот этот дом построили как-то. Еще ваша мама, да? Да, это мама моя. А вот Миша, который с вами развалил. А окна пластиковые. Потолок высокий. Что же у меня тут? Два пятьдесят есть, наверное. Один из-за срока на павлике. Тут вот... О, у мамы когда-то тут кровать, вот эта щиток оболевает. Это вот кровать, или я с нее сделала стелочные торчинки. Ух ты! Ну, короче говоря, тут... Целая мастерская. Ну, поскольку они не нужны, вот я отсюда мы закрыли, с обклеила, с той стороны тоже нет. Соление варенье. Прохладно, как хорошо. Сохранилище, какая красота. И тут прохладно, главное дело, да? Да. Прекрасно. Вот с этой стороны где? А вот... За борт. Сколько глазу видно. А вот, видите, вон стол. Вон столбик. Попадемте. Ну, так сложите, да и все. Видели, это чудо, нет? Да. Соберев это нету, а ягоды... Ой, эти я... Груши висят, наклоняясь до земли. Клубника. Тут люцерна. Помидоры. Тут еще сколько винограда. И вон до деревьев владения. Это орех, наверное, грецкий стоит огромный. А, тут еще огурцы у них не погорели, хотя и без навеса. А вот там виноград. О, вот это точно для фермерского хозяйства. От края до края. Поливальные установки стоят у них. Вот так, вот так, это же на улице. То есть вот это, вот по этой, вот по... Ну, это же на улице дом же тоже где-то. Вот столбики до самой улицы. Вот это была по пятой стороне. И столбика вот до... Там еще, там еще... А вот, это вот, сейчас и покажу вам. Это речка, вот такое случилось. Вот это речка. Она возле дома уходит туда. А рыба есть в этой речке? Ой, рыба только тогда, когда вышла там пруд. И когда открывают шлюзы, то тогда ее... Так они затопляют вас эти шлюзы? Прямо затопляют. Ну, так не затопляют. Вот, вот такая граница. Это я так говорю шлюз. А там такие пруды это. То есть до кукурузы, да? Нет. Ну, вот до той дальней кукурузы. Вот это мой рядочек кукурузный. Ага. Вот до той полянки кукурузной, где зеленое поле заканчивается, короче. Ну, начинается кукуруза, потому что соседки едут. Ага, ага. А я рядочек, там у меня соль была посажена. А сколько всего земли? Тридцать две. Тридцать две сотки. А сколько квадратных метров дом? Семь на восемь. Семь на восемь. Пятьдесят шесть, ну там, ну около пятидесяти квадратов, значит. И удобства все во дворе, да? В доме нету. Чего? Как раз в доме все. А газ есть в доме? И газ, и вода. Вода, причем, такая сетевая, не скидывая. Вот это вот. Ага. Вот это все насосы, это чье? Вот это насосы соседские, а вон наш. У нас такой подругой. У нас и такой был, как он мой внуков. Это для полива вы воду берете? Кажманы уходят. Для полива. Вот из этой речушки люди берут воду, качают насосами. По трубам соседи дружные. Одним и другим идут трубы. Ох, по чудо. А вот сюда какой-нибудь трактор. Можешь зайти? Это осень. Володя. Он отталит. Он тут всех пашет. А орех уже на тужете? Это нет. Вот так, 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 на границе. И вот, как раз. Вот видите, столбик, вот тут, ну, не жилый столбик. Мы очень много. И получился, вот этот орех, вот так, мы приходим. Орехи. Так, говорю, тут я собрала. Поезда слышно. Да, да. Ну, кто на границе будет смеется вперед. Некогда будет их слушать. Тридцать две сотки. О чем и речь. Пусть гудят. Ну, свиней нельзя держать, правильно? На Кубани нигде. Кого? Свиней, свиней. Почему? У соседей есть, да? Свиньи и коровы. Да, и мама же в жизни это держала. И мы когда сюда приехали... Курятник. Три года мы это, держали, вот видите, сюда пойдемте. А, еще туда? По емке. Это бы тут, вот, чесночок там просушивается у меня. И тут для курочек, вот, корм же надо. Вот я тут беру корм, всякие бочки. Вот это вот все. Такой порядок у вас везде, чистота. Не сносили старый туалет. Не сносили. Рабочий, можно сказать. Такой, знаете, вот, как бы, выносной. Ну, так. Это мне не нравится. Я говорю, Виталий, ну давай сделаем это. Ну, такой. О! Ага, там есть все, вот. Кроме того, что мы им не пользовались. Да, 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 да. На всякий случай. Ага, они пользуются, потому что мы его где-то в 10-м году сделали, а уже провели все это. В доме туалет. И перестали сюда бегать. А тут еще хозяйственные у вас. А тут вот так тоже. Сыраюшки. Да, да, трава были. Там абрикоса вот. Ага. Тут выход есть вот. Выход? Да. Второй выход. Второй. А для чего? Потому что курочек. Ну, хозяйство когда держат, люди же через дом, чтобы они ходили. То есть это выход для кур специальный. Вот у них тут и пшено, и кукуруза, и вода. Боже мой. Абрикос очень хороший. Абрикос растет. И абрикос растет. У тебя когда-то дрова были. Ну, когда я тут набросала, еще вот поздно тогда. А когда вот непогода, курочки вбегаются сюда, дождь или что-то. У них тут две комнаты. Две комнаты у курочек. Ты посмотри, вот вторая комната. Вот повезло-то курочкам. Полисадник. Двор. Гараж показали, что гараж тут. Ага, открывали, показывали. Уже можно не открывать. Пойдемте в дом. Вот, видите, как навесик сделан культурно. Из поликарбоната навес, чтобы тут оставлять обувь и грязь, чтобы не тащилась в дом. Капитальная дверь современная. Из чего сделан дом? Блочный. Блочный дом. Прихожая маленькая. Все, половая плитка. По железнодорожному там городу называют. Это котельная. Вот котельчик. Газовый котел, как у нас. Пособочка такая вот тут. Я шелку-пиде, я держу шваброчку. Мусор сюда. Замечательно. Кухня у вас получается. Да, кухня. Узкая, длинная кухня. Метров 8 тут квадратных наберется в кухне. Наверное. Современные окна. Стеклопакеты. Вот они, современные. Кстати, в этой тоже пластиковые лопы. Да, я заметила, и там везде современные окна. Тут вот стиралка, газовая плита. Все. А варенье у нас такие вот плоские. Это санузел. Санузел. Давайте глянем. Вентиляция, ванна, раковина, унитаз. Все, что нужно. Горзинка для белья. Да. Плиточка. Плитка. А это? Водогрейка. Водонагреватель. На сколько литров? Не помните? 50. 50 литров. Да, 50. Ну, а тут прохладно. Кондиционер работает. Понятно. Пластиковые панели или это натяжной потолок? Это натяжный. Глянцевый натяжной потолок. Кондиционер. Сразу почувствуется разница в температуре. Это спальня. Спальня уютная. Метров 9. Натяжные потолки. Натяжные потолки, обои, линолеум на полу. Нет, не линолеум. Ламинат? Ламинат. А тут линолеум. А тут линолеум. Вот это печкой раньше пользовались, а теперь котлом газовым обогреваться. Миша просила, Миша, давай его звали, не трогай. Пусть стоят. И вот вторая комната. Метров 20, может быть, она, да? 18. По-моему, 18. Квадратная, хорошая. Два окошка на улицу. А на улице у нас полисадничек. И вон трасса идет, которая через Кеслерово. Налево в Анапу ехать, направо в Краснодар ехать. Совершенно правильно. Да. Колонка единственная. Кеслерово. Она работает, нет? А вот я жарю, с нее поливаю. А, я поняла. Такая, конечно, питьевая вода, как в доме. Да, вы что? Такая, ага. Примерно 2,50 до глянцевого натяжного потолка. Ага. Здесь деревянный пол в этой комнате. Да, здесь скрытый лаком. Немного не просили, а поливали. Скрытый лаком. Не скрипит, кстати. Вот я где иду, не скрипит. Вот тут немножко, вот тут немножко скрипит. А так нет. Это будет скряночим.